Российская граница самая протяженная в мире около 62 тысяч километров. Большая ее часть проходит в труднодоступной местности, как например в Сунтинском районе. Именно туда, в преддверии Дня Защитника Отечества, отправилась наша съемочная бригада и провела день с сотрудниками Терутлинского отделения погранзаставы. Кадыр Абдулазизов лично убедился, что наша граница на замке. Здесь заканчивается территория Российской Федерации. Вот за этими вершинами уже Грузия, и именно здесь, на краю родины, несут свою службу пограничники Терутлинского отделения. Добраться сюда зимой без вертолета практически невозможно. Горы, снег, поколены и жесткие погодные условия усложняют работу пограничников. На помощь им приходят их лучшие друзья – собаки. Нам показали, как работают четвероногие в этих условиях. Стой, применяй собаку! Ахчин Чунов работает бок о бок со своим питомцем уже несколько лет. Завод немецкую овчарку Бонд, пограничник делится. Они с первого дня нашли общий язык. Пес понимает с полуслова и уже стал членом семьи. Лучше с собой забрать домой на пенсию вместе с собой, а то собака будет скучать без хозяина. Привыкает к хозяину сколько лет вместе. Да, я с собой заберу на пенсию. Три зимой и два раза в день летом кормят четвероногих пограничников. У каждой собаки свой собственный вольер. На этой заставить четыре пса и без них работать очень тяжело делится кинолог Руслан Тебиев. Поэтому за ними здесь ухаживают по-особенному. Вычесывание шерсти, которая линяет, отходит туда-сюда. И это является ежедневным мационом для каждой собаки, которая закреплена за кинологом. В общем, уход за собакой наравне как с кормлением, выгуливанием, службы и так далее. Вот эта чистка шерсти выходит в ежедневные мационы. Не только собаки, но и другие четвероногие несут службу на границе. Это лошади. Самый опытный здесь – конь-герцог. Эти животные помогают пограничникам преодолевать снежные вершины. Некоторые, наряду с военными, уже отслужили здесь около 10 лет. Их день начинается так же, как у личного состава заставы. Сразу после получения приказа. Смирно. Приказываю выступить на защиту и охрану государственной границы, экономических и иных законных интересов Российской Федерации. Эта застава стоит здесь с 2007 года. Таким соседям рады все ближайшие села. Пограничники не раз приходили на помощь местным жителям в тяжелых ситуациях. Если у человека случится трагедия какая-нибудь, ну, сгорел дом или еще что-нибудь, ну, как узнают, узнает начальник заставы, он быстро реагирует и помогает жителям, чем они могут собирая, ну, свои же деньги уже не заставить вместе. Погранзастава имени Героя Российской Федерации Радима Халикова несмотря ни на что несет службу на границе нашей Родины. За южный рубеж страны можно не беспокоиться. Кадыр Абдул-Азизов, Умар Алиев, Юсуп Гази Амаров. Время новостей. Цунтинский район. Цунтинский район.